Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы шлялись по этому полю, подобрали неплохой квест про... Чё-то там... Дикую охоту, короче, про друидов, про дикую охоту. И забрали котячью пряжку. Это для Абигайл. Ну, то есть, как для Абигайл, это, в принципе, для того, чтобы домовые не разрушали мост, но, тем не менее. Так-с, мне первонаперво нужно вот сюда. Потому что я обещал Дриаде. Так-с. Скелет. Геннация. Мне бы, блин, книжки про растения. Или там какой-то навык нужен, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так-с, чё у нас тут есть? Позволяет делать бомбы. Ублечит вероятность извлечить ингредиенты. Позволяет проводить ритуал херня. Открывает к четвёртому уровню знаков. Открывает к пятому уровню знаков. Действия знаков. Ритуал жизни в местах силы. Мощность знаков. Так, ну до золотых талантов там до хера. Просто, просто до хера. Так-с, тут ничего. Иммунитет к боли. Иммунитет к огушению. К атаке. Токсичность микс. Всё. Сейчас мы пойдём. Сколок. Вот это вот херь. Ну и чё? Ну они такие. Они просто шумные сильно. Но они не сложные, как враги. О, утопцы. Я иду. Я иду, ребят. Вот он я. Смотрите, построились, короче. Ждали меня? Хорошо. Хорошо. Тут разобрались. Теперь на острове ещё. Ого, у вас тут. Яги. О, останки наконец-то с них попадали. Так-с. Ну теперь пошли к Абигайлу. У Абигайла, к сожалению, нету книжек. Но я думаю, я смогу трошки потратиться. Так-с, подождите, подождите, подождите. Мне нужен... А вот я не выпил. Позволяет купить тацию. Это выносливость, да? Была. Сейчас посмотрим. Да, вот она, выносливость. Позволяет поедать некоторые ингредиенты. Ага. Ну, неплохо. Так-с. Хорошо. Нет, стой. Что-то я не туда пошёл. По дорожке сейчас пойдём. Блин, мне надо купить книжку. Мне надо купить... Да много чего надо купить. Меч ещё один надо бы сделать. Потому что у меня теперь... Да иди в жопу. Тупая тварь. Меч бы ещё один скрафтить или... Я не знаю. А вот серебряный мне ещё один дадут. Там же крутой от владычицы будет. Ну и броня. Потому что броню я ещё не собирал никогда. Но для вас я её соберу. Вот. Должно быть забавно. Так-с. Дом Абигайл. Чего ты... Я нашёл сокровища домовых. Теперь отнеси упряжь часовню наших домовых. Она стоит прямо возле моста. Маленькая красная статуя святого. Возвращайся на другой день. Чтобы посмотреть, приняли ли домовые подарок. Как я узнаю, что они его приняли? На её месте они оставят для тебя ценный подарок. Символизирующий дружбу или счастье. Если Харн будет носить этот подарок с собой, домовые больше не будут его беспокоить. До встречи. Угу. Спасибо. Так, сейчас мы пойдём сдадим башку. Чудовище. Ну, если он тут есть, конечно. Если его тут нет, то это плохо. Юлян, надеюсь, ты тут есть. Трактирщица, трактирщик. Плачные бойцы хуячатся, блядь. Мамаша, соседу краснолюза. Геральт. Геральт. Я здесь куплю все шкуры вы... Если появится, ещё поторопись. Так, с подожди. Так ты же сказал, что берёшь за этих... за голову. Я возь... Пас... Так. Стерят твою... Как скоро я же... Яс. Кому эти головы сдавать? Хер его знает. Но это я уже прочитал. Это... Наверное, тоже, да. Так, это что? Фитиновый панцирь. Так, чтобы это не нужно. У меня тут вот такие бафы есть на 40. Так-с. Ну ладно. Деритесь дальше, ребята. Ну пошли, занесём. Чё? Кто закрывает двери, блядь, вечно? Так-с, ну чё? Я надеюсь, вы будете придурки довольны. Блин. Маленькие твари. Я вот сюда вот положил там этот кошачий... Кошачий просто. Ошейник. Ну, теперь надо приди на следующий день, опять херачить эту всю дорогу назад. Переночевать и тогда. Возможно. Ну, скорее всего, да. Домовые перестанут беспокоить хорна или хорна... Своими шалостями. Блин, и кому всё-таки... А, я помню. Этому отцу Алины надо сдавать эти трофеи охотничьи. А я чё-то подумал, что Юлиан. Ну да ладно. Так-с. Давайте тогда переночуем. И тогда я уже утром включусь возле моста. Ну вот и всё, мы переночевали. Ах, блин. Опять же, к этому мосту. Луна ещё не зашла. Так-с. Нам бы ещё с Альвиным, конечно, перетереть. Альвинам. Вот. Чё, да как. Да и как он тут оказался. Но сначала мост. В конце прошлой ночи я решил вроде как эту проблему. Поэтому давайте-ка узнаем. Получилось или нет. Приняли ли они... ...мой подарок? Да, судя по всему. Так-с. Где этот мудак? Хорн, ты где, блядь? Как ни одно, то другое. Конченые рахиды. Я бы ему лицо разбил за это. Козлу. Уйди в жопу. Калапин. Не важно. Конченые. Я тут за них дела делаю. Они вовремя на работу даже не приходят. И костров нету, блядь, на целой локации. Ммм. Как же ж это замечательно. Ммм. Обожаю эту локацию. Так-с. Чё мне надо-то сделать? Давайте с Альвином поговорим. Что это такое? Центавр. Нужно отдать трофей. Да. Но сначала Альвин. Сначала Альвин, потом всё остальное. Вот кузнец. Да. Да. Сковорода. Что это такое? Повреждение 13. Вероятность критической боли. Хорошо. Очень даже хорошо. 20, 28. 30 и 20, да? Не подходит. Не то. Не то это оружие. Так-с. А продавца чё тут нету, что ли? Дом кузнеца. Ладно, давайте сюда. О, этот. Харм. Господи, я договорился с домовыми. С ними можно договориться? Они дали мне четырёхлистный клевер. Они не будут беспокоить тебя, пока ты носишь его. Я перед тобой в долгу. Может быть, я даже успею закончить мост до первого снега. А твоя награда? О, да, точно. Ладно. Жопу, возьму деньги. Вот четыре. Благодарю тебя. Хотел книжку брать, но передумал. Так-с. Сколько же ещё? О. О. Здравствуй. Приветствую. Я Геральт. Ведьмак. Маэстро Лютик, как ты пел прекрасную балладу о любви родного ведьмака? Это согревает мне сердце. Ведьмаки, они как рыцари, которые сражаются против зла и несправедливости? Ну да. Господин Лютик, я полагаю, описал мою профессию красиво и реалистично. О, баллада была такая романтичная. Влюблённые, связанные друг с другом предназначением, не могут встретиться. Красиво. Да уж, романтика. Я скоро выхожу замуж. Что тебя ко мне привело? Это ты заботишься об Альвине? Да, чудесный мальчик. У него такие большие глаза, такие красивые, такие романтичные. Да ты двинутая. К сожалению, мой будущий муж не хочет усыновить Альвина. Он такой рациональный. Фу. Понятно. Я бы хотел поговорить с Альвином. Пожалуйста. Обычно он играет в деревню или помогает мне по дому. До свидания. Если зайдёшь в таверну, посмотри, не морочит ли там Селина голову моему жениху? Что твой жених забыл в таверне? Он очень зол и отказывается разговаривать со мной. Видишь ли, мы поспорили из-за Альвина. Уже ссоритесь? Он хочет, чтобы у нас были свои дети. Говорит, надо отдать Альвина в храм Мелителия или в Ведьмаки. Ты найдёшь его в таверне. Его зовут Юлиан. Понятно. Хорошо. Поговорю. Но сначала... Привет, Геральт. Знаешь, что у меня теперь новый дом? Мы с Алиной ходим собирать малину. Тут намного лучше, чем в Изиме. Только я по вам скучал. Я тоже. Вижу, что тебе здесь нравится. Да! Здорово, что мы снова встретились! Мы будем убивать чудовища-злодеев вместе? Альвин, во-первых, нельзя обижать других, а особенно убивать их. Во-вторых, сражаться с чудищами – это очень опасная работа. Пообещай мне, что ты будешь избегать её, как только сможешь. Обещаю. Но ведь тут есть в округе эльфы. Одна такая красивая, у неё такие глаза. Хе-хе-хе. И она ругалась с Тобиасом. Может, поиграем в Убейка Эльфа? Так, мне очень нужно поговорить с тобой и с... Это не Алина. Все ребята в это играют. Ты можешь быть великим магистром или кровавым ей вином. Я всегда великий магистр. Поговорим позже. Это его шутка. Да. Типа. Она очень и очень правдива. Альвин, я хочу, чтобы ты перестал играть в Убейка Эльфа. Геральт, ну пожалуйста. Мне эта игра нравится. Я всегда побеждаю. Ну, почти всегда. Альвин. Ладно, я больше не буду. Ах, такси. Он вел себя странно? Хм. На самом деле он рассказывал мне страшные истории. Я думала, что он заболел и бредит. Помнишь, что он говорил? Ужасные. Ужасные вещи. Ужасные и прекрасные. Что-то про призрака, которому придется вечно страдать от безответной любви. Это было так... Романтично, я знаю. Вот блин. Я попробую с ним поговорить. Зачем ты искал меня? До свидания. Слушай, Альвин. Ты действительно исток, ясновидящий и всякая остальная хрень, но блин. Кто ты такой? Приветствую тебя, господин. Меня зовут Адам. Я Геральт. Я пытаюсь написать любовный стиль для моей возлюбленной Алины. Попроси Лютика, он тебе поможет. Он в этом большой дока. Он объявил, что любовь должна стать моим вдохновением. А сам он занят проведением обманного маневра. Маневра? Что? Стательно ухаживает за дочерью Мельника, чтобы вызвать ревность Милсдарны Орлены. Он хитрый, Лютик. Как лис. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Да? Ты любишь Алину? Но ведь она выходит замуж. У нас тайная связь, никому об этом не говори. А брак настоящей любви не помеха. Пока. Ясно все с тобой. Хорошо, но мне нужен по-прежнему Альвин. Адам. Альвин. Блять, кмет. Не мешайся. Так. Ну понятно. Они ничего не сделали. Нет. Тот в очках заплакал. А остальные боялись подойти к Шане, которая называла их плохими словами. Шане умеет постоять за себя. Я побежал, а они погнали за мной. Я очень быстро бежал, а потом споткнулся. И они меня схватили. Они меня увели куда-то и надели мешок на голову. Я испугался даже больше, чем в предместье. Я закрыл глаза и представил, что я далеко-далеко от этих людей. Там красиво. И солнце светит. А потом Алина меня нашла. Я не вру. Клянусь. Я верю тебе. Нифига себе. Я не хочу туда возвращаться, Геральт. Снова будут меня бежать. Пусть Шани приедет. Все в порядке. Давай посмотрим. Я буду хорошо себя вести, обещаю. Ладно. До встречи. Вон оно как. Ладно. Дом Селины. Дом Алины. Адама. Пекаря. Кузнец. Давайте в дом Селины. Для убийцы монстров здесь работа всегда найдется. Дверь. Вот. Нет. Это не то. Это не тот дом. Блин. А кому ж... Ладно. Сейчас так сделаем. Через журнал заданий. Альвин. Нужно поговорить с Юлианом. Угу. Хорошо. А вот он, Тобиас. Она дает 10 кварт молока в день. Ммм. Посмотри. Да. Вы посмотри. Мы планируем. Мы планируем. Это не сомни. Ах, на пока. Ага. Удачи. Мелзорь. Я пришел. Альда. Пока ничего. Все. Так, подожди. А как насчет... Такс. Он часто сидит у алтаря, владычицы озера. Иногда его отгоняют до гонопоклонники. И если это произойдет, ты должен... Должен дождаться его возвращения. Понятно. Че, тупо стоять там возле этого бляцкого и ждать? Ладно. Тогда давайте сейчас к Юлиану поговорим по поводу Альвина. И тогда к озеру. Других вариантов, в принципе, у меня нету. Потому что мне и сплавать нужно на Альвине. Ну, вообще, много всего там накопилось. Чакс. О, Селина и Юлиан. Что случилось? Она, кстати, красивее, чем Алина. Хорошо. Не так уж хорошо. Можно мне задать вопрос? Да. До свидания. Да-да-да. Пока. Ещё не пора. Сначала поговорю с Юлианом. Лютик. Это снова ты. Как дела? Мне удалось разыскать Альвина. Альвина. А чем-то таком Трис меня просила. Ой, вбивала мне в голову этот целый час. А-а-а. Она дала мне для него двемеритовый амулет. Лютик, ты хоть что-нибудь способен сделать как следует. Нельзя тебе дать простейшее задание. А знаешь, Геральт? У меня для тебя посылка. Какая посылка? Не знаю, это для меня слишком сложное задание. Прекращай, Лютик. Что там у тебя? Ну ладно. Письмо от твоей возлюбленной. Шани? Давай его сюда. Геральт. Я говорила с Лютиком и узнала у него, где ты сейчас находишься. Я подумала, что хорошо было бы тебе послать, чтобы он держался подальше от местных. Шани, Шани. Я за тебя вправду очень беспокоюсь. И мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом с тобой. Лютик всегда бы был твоим верным другом. Прежде чем будешь читать дальше, сядь. Случилось нечто ужасное. Альвин пропал. Я уверен, что тут не обошлось без его магических дарований. Он может быть где-то... Ну понятно, у озера Люки. Пожалуйста, найди его. Но... Я знаю... Что-нибудь в связи. С... Из тебя получился бы отличный отец для Альвина. Я писал, что... Страшно о тебе беспокоюсь. Это потому, что я тебя люблю. И верно, что... Тебе любишь. И... Так. Познай закончится счастье. Так. Что еще написать? Возвращайся как можно скорее. Мальчики из нас... Я вас с обоих жду, Шанни. Да... Классная она. Классная. Юлиан! Займемся делом. Да. Геральт. Я хочу поговорить о Бальвине. Ему нужен опекун, сведущий в магии. Ни я, ни моя будущая супруга не подходим на эту роль. Ясно. Ты мог бы сделать из него ведьмака? Ты сам не понимаешь, что ты только что сказал. Но какое-то время я за ним присмотрю. Геральт? Это все, да? До свидания. Поговорили, блять. Да, блять. До свидания. Ладно. Хорошо. В таком случае, что, отправляемся на берегу озера? По пути сейчас заглянем к Калини? Так, где-то тут она живет, по-моему. Ха. Хорошо. Да, здесь дверь. Дай пройти. Так. Зачем ты искал? Я видел Юлиана и Селину вместе, но тебе нечего опасаться. Селина из шкуры вон лезла, чтобы привлечь его внимание, но Юлиана, она, похоже, совсем не интересует. Селина иногда может быть совершенно несносной. Просто ей давно пора замуж. А Юлиан... Он меня любит, и никакая ссора этого не изменит. Я хотела убедиться, что с моим дорогим Юлианом ничего не случилось, но не хотела, чтобы он подумал, что я переживаю. Спасибо, ведьмак. Эх, женщины. Это не все. Мне нужен Альвин. Я ищу Альвина. Мальчишка, как ртуть. Он повсюду. Если его нет в деревне, ищи его возле берега реки. Альвину там нравится. Тогда я пойду. Охереть! Возле берега реки. Ладно, давайте пройдемся. Посмотрим. Может, я таки встречу его? Крестьянка. Охранник. Снец. Ну да, Альвина так просто мне не найти. Ладно. В таком случае мы пойдем в сторону маяка. Ну, точнее, в сторону статуи Владычицы. Так. Я должен встретить этого херового рыболюда. Потому что мне по-любому надо с ним поговорить. Но я подозреваю, что они поставят свое условие. Мы поставим свои условия. И все на этом закончится. То есть рыболюди наверняка захотят, чтобы не трогали ихние сокровища. То есть не вылавливали со дна. Ну, не пользовались ихним озером. А эти захотят, чтобы они на них не нападали. Вот и все. По идее, так оно и будет. Ну, блядь! Ну, опять эти петухи! Ну, какого ж хера! Я покажу вам! нифига ты отпрыгнул ладно ну там этого дурака нету по-любому поэтому давайте возьмем лодку и сплаваем да нет и вниз блин отмель красивое место так ну давайте до ночи чтобы сразу тут захерачить топцев а вот и топцы ну вот и все так жерелье василиски пойдем еще василисков захерачим так 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 Ого. Так, давайте соберем тут. Это чешуя ихняя, получается. Наверное, да? Шкура. Так, Юлиану. Владычица озера. Приветствую, Геральт. Привет. Прошу прощения, не припоминаю твое имя. Ты его и не знаешь. Зато я знаю тебя. Твоя слава бежит впереди тебя. Говорю сразу. Лютиковы баллады это вольная интерпретация событий. То есть нагромождение чепухи. У меня более надежные источники. Сирена по имени Шьен Ас. Да. Сирена? Да, да, да. Да. А что тебя так удивляет? И что же Шьен Ас тебе рассказала? Что ты предотвратил войну между князем Аглавалем и жителями затопленного города Ис? Благодаря тебе и твоим друзьям люди и водяные Иса могут сосуществовать. Это радует. Надеюсь, здесь тоже все хорошо. Шьен Ас говорила, что ты человек умный. Сам поймешь, поговорив с жрецом водяным и с человеком по имени Юлиан. Кто ты такая? Меня называют владычицей озера. А тот разговорчивый рыбак твой слуга? Слуга? Нет. Я женщина. А женщине нужен мужчина. Для защиты и добычи пропитания, разумеется. Понятно. Когда-то мою честь защищали благородные рыцари, но это было давно. Единственное, кто у меня остался, это мой бедный больной король-рыбак. Ясно. Займусь этой проблемой. И кто же прав? Дело не в том, кто прав, а кто нет. Я хочу, чтобы обе стороны примирились друг с другом. В таком случае тебе придется убить Дагона. Но это не все. Сделаем. Ты должен принести мне по одному предмету, символизирующему гармонию от каждой из сторон. Эти предметы должны тебе дать представители обоих обществ, в знак почтения моей скромной персоны. Я скоро вернусь. Взгляни внимательно на статую. Ты поймешь, что это должны быть за предметы. Ну, офигеть ты придумала, конечно. Ладно. Берингар. Ты или Берингар. Поговори с ним. И пусть один из вас встанет на путь предназначения. Я поговорю с Берингаром. Посмотрим, что он скажет. Это не все. Да. Госпожа, говорят, я восстал из мертвых, но я потерял память. Ты можешь мне помочь? Я знаю, что ты вернулся не случайно. Прежде всего, ответь. Ты веришь в предназначение? Я сам хозяин своей судьбы. Надеюсь, что, произнося эти слова, ты понимаешь их истинное значение. Отрекшись от предназначения, ты вынужден нести ответственность за все свои поступки, как хорошие, так и плохие. Так оно и есть. Я принимаю ответственность. Ты сильная личность. Ты вспомнишь свое прошлое. Я уважаю твое стремление вершить собственную судьбу и не буду давать тебе советов. Но знай, что я тебе дарю свое расположение. И да пребудет с тобой мое благословение. Благодарю, госпожа. У меня есть еще один вопрос. Да? Госпожа, где мне найти жреца водяного? У моего алтаря на берегу. Хотя последователи догона, то и дело отгоняют его оттуда. Понятно. Да? Так. Госпожа, это то, что тебе нужно. Попробуй еще. Хорошо. Ага, хорошо, ладно. Сейчас. Удышится озеро. В принципе, можно плыть назад. Да? Поговорить с Берингаром по поводу предназначения. Поговорить с Водяным. Поговорить с Юлианом. А, короче, есть чем заняться. Последний рыцарь, говорит, остался. Король рыбак. Господи, такой несчастный этот твой рыцарь. Но, походу, какой уже есть. Ну, какого хера вы тут делаете, мудаки? Я уже затрахался вас резать. Иди сюда, блядь. Затрахуй ты меня уже. Мудаки, блядь. Так. Ну, этого я фиг встречу. Потому что он же кончен. Вот алтарик, да? Так, ибо владыка озера, богиня. На-на-на-на-на. Я там был, мёд, пиво пил. Ха-ха. Надо искать какие-то подсказки. Короче, по итогам. Со стороны людей, то ли со стороны водяных, там должен быть какой-то золотой браслет. А вот второй предмет, хер пойми. Не знаю. Не в курсе. Но как мне дождаться у того придурка? Вот это вот... Интересно. Интересно. Ладно, давайте отдадим. Этот. Ух ты. Отдыхаешь? Я принёс твоё... Отлично. А теперь твоя награда. Я могу дать тебе книгу про водяных, руну, или, если захочешь, буду лечить тебя, когда тебе это понадобится. М-м-м. Я бы хотел стать твоим пожизненным пациентом. Я так и знала, что ты это выберешь. Каждый раз, когда ты будешь приходить ко мне, я буду лечить твои раны. А может, получишь ещё и поцелуй? Хе-хе-хе. Благодарю тебя. У меня есть для тебя подарок. Это красное лето. Хорошо. Спасибо. Такс, такс, такс. Хорошо. Там этот не вернулся? Да не, я думаю, нет. Сколько времени прошло? Чуть-чуть буквально. Вот алтарь есть, а водяного нет. Часочек подожду, и... Если его не будет, то двинусь. Уже к Юлиану. О, прокачался даже. И то класс. Такс. Чё у нас тут? Это такое ненужное... Длительность воспламенения. Иммунитет. К ослеплению. Иммунитет к оглушению. Затраты энергии при атаке. Какой энергии? Иммунитет к боли. Длительность оглушения. Ну, там мощность знаков вообще ненужная. Такс. Ну, давайте пока серебро будем качать. Потому что всё-таки... Серебро есть серебро. Вот так. Ну, вот так вот прокачаем. А два. Да ладно, хер с ним. Вот, до рассвета. Такс. Ну, если тебя, козла, до сих пор нету, то я прям не знаю. Очкова, знаете ли. Ну, его нет просто. Его нет. Вот я смотрю, даже эти не заспаунились ещё, а его нет. Вот, вот как это понимать, а? Выродок. Никого нету из врагов вообще. Чё нам надо-то? А, давайте с Берингаром поговорим тут по дороге. И тогда уже в следующей серии займёмся переговорами, что ли. Но если этого козла не будет, то я не знаю. Так, с Берингар. Перед этим разговором стоит сохраниться, потому что он парень шальной. Продолжение следует... Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Обманул меня? Саламандры заставили меня передать им несколько формул. Проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал. И они мне неплохо заплатили. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди. А вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей... Скажи мне... Какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. Один твой вид меня раздражает. У меня начинают возникать сомнения. До встречи. Ясно. Да? Ну да. Больше ты со мной разговаривать не будешь. Поэтому... Ладно, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. В следующих сериях мы уже займемся перемирием, владычицей, догоном и прочим говном. А был только этот придурок рыбоголовый вылез на берег. Ладно. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.